Добрый день, уважаемые зрители. Меня зовут Оксана, я биолог. И сегодня наша тема будет посвящена Нобелевской премии 2024 года по физиологии и медицине. Премия была присуждена двум ученым из США, Виктору Амберу и Генри Ралкану. И открытие, которое они сделали, посвящено микро-РНК. Сама формулировка звучит следующим образом, за открытие микро-РНК и ее роль в регуляции постранскрипционной активности генов. Звучит довольно сложно, но сейчас мы разберемся, что это значит. Еще одно пояснение звучит как за открытие фундаментального принципа регуляции генов. И именно с этим это и связано, с регуляцией активности генов. Хорошо известны такие факты, они являются даже такими научно-популярными, что у нас достаточно много общих генов с другими эукариотическими многофеточными организмами. Например, с модельным объектом дрозефилы у нас порядка 70% общей последовательности ДНК. А с шимпанзе, в зависимости от того, как считать от 95% до 98% или даже 99% генов. То есть мы действительно очень похожи на уровни первичной последовательности ДНК. Но как таким образом при таком количестве общих генов образуются совершенно настолько разные организмы? И как раз таки весь секрет состоит в разной активности генов. В том, что они по-разному считываются и экспрессируются. Итак, для начала, для того, чтобы понять, как работает этот механизм, давайте с вами вспомним, как происходит сам процесс образования белков, из которых, собственно, состоит любой многоклеточный, да и даже одноклеточный организм. Итак, информация о строении любого организма записана в молекуле ДНК, в ее первичной последовательности. Это наш генетический код. И процесс считывания, перевода информации с ДНК на белок проходит через молекулу РНК. И как раз перевод информации с ДНК на РНК называется транскрипция, а уже с РНК в белок трансляция. И как раз таки вот этот этап перевода информации с ДНК на РНК, промежуточный этап, вот этот вот этап, который мы сказали, называется транскрипция, как раз он и фигурирует в названии этой Нобелевской премии. Поскольку именно на этом этапе, на этапе так называемой информационной или маточной РНК происходит изменение активности гена. То есть сам ген не трогается, его активность остается прежней, с него считывание происходит, но вот сама РНК изменяется. А как именно это происходит? К большой молекуле информационной РНК, которая содержит десятки тысяч и миллионы пар нуклеотидов, присоединяется короткая молекула микро-РНК. Короткая, потому что она имеет порядка 15-20 нуклеотидов. Действительно, это очень мало. И она присоединяется к некодирующей последовательности. То есть та последовательность, которая не ведет, не несет информации о кодировании белка. И что при этом происходит? При этом происходят два варианта событий. Либо она инактивируется, то есть либо она разрушается, либо с нее не происходит дальнейшее считывание белка. Таким образом, работа данной молекулы заглушается. И в этом состоит суть регуляторной активности микро-РНК. И очень часто нужно сказать, такие молекулы с двойной цепью РНК, они подвергаются еще и иммунному надзору. Поскольку для эукаритических организмов двойная РНК не характерна. Насколько мы знаем, в двойном виде может существовать только молекула ДНК. А РНК у нас бывает только одноцепочечная. А двухцепочечная она бывает у вирусов. Поэтому такие последовательности могут быть распознаны как чужеродные. Кроме того, она может быть распознана множеством других склеточных регуляторных систем и подвергнуться дальнейшей модификации. Вот такой вот общий механизм в общем виде. Как же произошло само это открытие? Само открытие предшествовало ему поиски, которые длились еще с 70-х годов прошлого века, когда ученые пытались понять, как же гены, собственно, по-разному считаются, как регулируется их активность. И первыми регуляторами активности генов, которые были открыты, были белки. И в 1965 году была дана Нобелевская премия, также которая была посвящена как раз-таки работе, работа была посвящена белковой регуляции активности генов. То есть это достаточно давнее открытие, если вам кажется, что это какие-то новости в науке, это достаточно уже фундаментальные, хорошо известные принципы. Но в 90-е годы не было еще известно, в 70-е, 80-е, да, вплоть до 90-х, не было известно ничего о рынковой регуляции. И как раз-таки ученые Виктор Амброс и Генри Рабкон, они параллельно в разных лабораториях, в разных научных группах работали над поиском таких регуляторных последовательностей, что еще может регулировать РНК. В частности, работа, на которой было сделано это открытие, она проводилась на объекте, классическом, на сказать, объекте лабораторных исследований, Нематоди Теннерабдис Элеганс. Это круглый человек, если что. И чем примечателен этот модельный организм? Тем, что для него хорошо исследовано, у него фиксированное число клеток, в том числе фиксированное число нейронов, поэтому его исследуют в нейробиологических работах, и хорошо описан его коннектон, и в принципе весь его цикл развития хорошо известен. То есть на определенных стадиях включаются определенные гены, клетки делятся ограниченное количество раз, то есть этот сценарий хорошо известен. Это, наверное, самый исследованный научный объект. И вот на этом объекте были обнаружены мутанты, нематоды, которые не проходили личиночную стадию. Они доживали до взрослого состояния, но при этом у них не происходила трансформация. Они продолжали накапливать в себе много яиц. Это было связано с каким-то нарушением в работе яичников, но при этом их рост, трансформация во взрослого особи не происходила. И вот можете увидеть, я буду приводить некоторые картинки из, собственно, бэкграунда, который сопровождает эту научную степень, научный бэкграунд, то есть описание сути предшествующих работ. И вот можете посмотреть, как выглядит дикий тип, то есть нормальная нематода. Вот как выглядит мутант и еще один мутант, о котором мы поговорим сейчас позже. Итак, было выяснено, что вот такая трансформация, она связана с инактивацией одного из белков Лин-14. Это белок, который отвечает, соответственно, за развитие, за переход в стадии развития. И было понятно, что с каким-то из его регуляторов что-то не в порядке. И позднее было выяснено, что этим регулятором является как раз-таки порядка 10 лет. 10 лет ушло на то, чтобы понять, что это микро-РНК, потому что никто даже не догадывался, если бы, скажем, было такое предположение высказано изначально, но шли поиски белка, которые, естественно, не увенчались успехом. Когда было понятно, что это микро-РНК, она была идентифицирована, названа Лин-4. Ну, собственно, это такое историческое название, можно его упомянуть, поскольку это действительно первая молекула, которая была открыта данного класса. А на сегодня их известно уже много тысяч, порядка 50 тысяч генов, которые отвечают за микро-РНК, известно. И в базе данных этап самой микро-РНК содержит тысячи последовательностей, которые характерны не только для червей. Итак, следующий этап открытия, он был связан с открытием универсального принципа регуляции микро-РНК на других организмах. А именно в 2000-х годах Генри Раффл уже работал на других модельных объектах и обнаружил сначала, опять-таки, на нематоде, дрозофиле, то есть в основных лабораторных объектах, новую молекулу, звали ЛЭД-7. Она тоже отвечала за одну из стадий личиночного развития, да, то есть контроль онтогенеза, ее функция, и она была обнаружена у всех организмов вплоть до человека, у многих организмов. И на сегодня описано уже около 200 организмов, да, ну, по сути, те, на кого исследовали, на тех и обнаружили. То есть это универсальный способ регуляции активности генов для всех многоклеточных организмов. Все-таки у одноклеточных там в основном белковая регуляция. При переходе к многоклеточности, начиная от губок и заканчивая человеком, этот механизм встречается повсеместно. И у человека показано, что порядка 30 тысяч генов по оценкам, порядка 30% генов по оценкам регулируются с помощью как раз-таки микро-РНК. То есть вы понимаете, что очень много, и эта стадия, опять-таки, связана с самыми фундаментальными и ранними этапами развития. Поэтому любые нарушения в работе микро-РНК ведут к нарушению развития. И это подводит нас к дальнейшей функции. Микро-РНК отвечает за развитие очень многих заболеваний. И поскольку мы с вами упомянули уже эволюционное развитие, следует сказать о том, что существует закономерность, ну это, в принципе, общая закономерность, что чем раньше молекулы появляются в процессе эволюции, чем она более консервативна в ряду организмов, тем более фундаментальны важны ее функции для выживания. Таким образом, те молекулы, которые являются очень высоко консервативными с точки зрения эволюции, которые появились у нас очень давно, у первых многоклеточных, они отвечают и контролируют самые ранние стадии развития и нарушениями приводят к остановке развития организма. Те же молекулы, которые появляются уже позже у млекопитающих приматов, они выполняют регуляторные функции, которые приводят к, нарушения которых приводят к развитию многочисленных заболеваний. Например, для большинства видов раков показано изменение минимум в двух молекулах микро-РНК. Существуют заболевания, которые приводят к множественным опухолям и тоже принципы регуляции с помощью микро-РНК в них нарушаются. В иммунной системе, насколько вы знаете, у нас иммунная система имеет очень сложную генетическую регуляцию. Есть очень большая комбинаторная изменчивость, которая позволяет обеспечивать иммунный ответ на большое количество патогенов из одних и других же генов. За счет рекомбинации разных участков комбинаторной изменчивости образуется много видов антигенов, ответов антител на антигены. И вот как раз-таки изменения в микро-РНК тоже контролируют этот процесс и приводят к нарушению, они приводят к различным как иммунодефицитным, так и гипериммунным состояниям, то есть аутоиммунным. РНК открыто в развитии таких заболеваний, как аутизм, шизофрения и в частности как раз-таки нейронный прунинг, о котором мы сказали. То есть то, что на определенной стадии развития часть синапсов должна быть утрачена, как раз-таки нарушение сигналинга того, когда должен происходить, должно происходить это вот обрезание, когда должна происходить потеря синапсов, когда нарушается, то происходит дальнейшее развитие вот этих вот патологий, либо шизофрения, либо аутизма. И тоже сигнальная роль микро-РНК показана для этих процессов. Болезнь отзбеймера и нейродегенеративные заболевания, которые считаются метаболическими, казалось бы, изменения в обмене веществ, в жировом углеводном обмене, такие как метаболический синдром, сахарный диабет второго типа, гипертрофия миокарда функционально, это все тоже связано с нарушениями микро-РНК. Давайте еще несколько слов скажем о том, каким образом происходит, то есть сам молекулярный механизм, он на сегодня описан достаточно хорошо, показаны гены, которые отвечают за кодирование микро-РНК, они получаются разбросанными по разным генам, либо в кодирующих, либо в некодирующих последовательностях, в том числе, то есть может собой представлять мусорное ДНК, оказывать это как раз таки, те компоненты, без которых организм просто не может развиваться, поэтому это вот о том, как раз таки об области наших познаний, ее ограничения. Я немножечко прояснила эту тему, если у вас есть дополнительные вопросы, задавайте их, пожалуйста, и спасибо за внимание, переходите на канал, ставьте лайки, всего хорошего.